Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии проректор Казанского федерального университета по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии, доктор медицинских наук, профессор Андрей Павлович Киязов. Андрей Павлович, спасибо, что выбрали время. Вам спасибо, Юрий Проборович. И давайте без обиняков начну с повода оперативного, как мы говорим. 1 сентября, ровно в день начала очередного учебного года, подписан приказ, в соответствии с которым вы стали проректором. Не только директором института, но и проректором по биомедицинскому направлению. Скажите, это что? Это формальное признание того факта, что вот это направление становится или уже стало ведущим в образовательной и научной деятельности Казанского федерального университета? Юрий Проборович, мы же все родом из детства. Помните, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Это понятно. Нет, но здесь очень просто. Есть 4 академические единицы. Причем академическая единица, которая наша трансляционная персонализированная медицина, она одна из самых крупных. Это раз. Второе, есть клиника, есть институт, есть различные биомедицинского направления, исследования и кафедры в других институтах. Я думаю, что решение ректората было очень простым. То есть, необходима точка ответственности. То есть, проще говоря, с кого можно спрашивать и кто бы мог координировать. Вот и все. Хороший ответ. Вы упомянули, Коля, что вы упомянули о стратегической академической единице. Вот это 7П, да, это называется. Правда ли, что вот эта идея... Ну, есть 4П, да, классическое понимание вот этого современной медицины. Персонализированная, прогностическая, как там дальше еще, профилактическая, да, и... Патисципативная. Патисципативная. Я с трудом выговариваю это слово, но сегодня выговорил. А правда ли, что вот три новых позиции превратить вот 4П в 7П, это идеи вот ученых вашего института? Это правда. Это правда. Эта идея признана сообществом научным? Вы знаете, когда мы сейчас это докладываем, то все понимают, что это правильная мысль. То есть, на самом деле, без этого никуда не деваться. Вообще, в принципе, вот если посмотреть стратегию развития медицинской науки Российской Федерации до 25-го года, там было прописано развивать 3П-медицину. Потому что 4П появилась, опять-таки, с подачи... Это как раз партисципативная. Да, это с подачи Леры Ухода, это американский системный биолог такой, который говорил. Но без разницы, так сказать, вы можете прогноз сделать, вы можете расписать профилактику, так сказать, конкретному пациенту, то, что называется персонализированным, но если он не будет с вами заодно, то в этой ситуации... И отдельный вопрос, потом, так сказать, поговорим тогда о патерналистской медицине, медицине будущего, так сказать, потому что вот партисципативная, она как раз к этому имеет отношение. Но вот смотрите, в стратегии было 3П, хотя мы понимаем, что должно быть 4П. И почему вот эти дополнительные П появились, мы говорим так. Первый вопрос, который мы себе задавали. Хорошо, идеальная модель медицины будущего 4П. Но есть кадры, которые могут ее непосредственно внедрять? Нет таких кадров. Соответственно, мы берем на себя задачу. Мы говорим, да, мы берем на себя задачу для того, чтобы подготовить кадры. И вот это то, что называется провайдинг. То есть вот как бы это... Второй момент, если мы вернемся на 10 лет назад, ну, чуть побольше, так сказать, ну, почти на 10 лет, помните проект Геном, когда человека завершался? Он делался годами. Почему? Потому что были капиллярные секвенаторы, кто-то делал на ПЦР машинках, еще чего-то. Сейчас технологии шагнули очень быстро вперед. Но эти технологии, опять-таки, пока связаны с секвенированием. Но есть уже технологии, вот наши партнеры нам показывали японские, когда вообще в пробирке можно, так сказать, посмотреть какой-то полиморфизм генов, так сказать, по цветовой реакции в течение 3-4 минут. Соответственно, нужно развивать новые технологии, которые могли вот в этой персонализированной медицине работать? Нужно. Что это такое? Это опережающие технологии, то, что называется preemptive. Ну и, наконец, где-то надо их отрабатывать, так сказать, то, что называется point of care. Это не обязательно будет клиника, так сказать, экспериментальная. Это могут быть уже то, что если мы говорим про медицину будущего, цифровую медицину такую, то это могут быть и вообще на дому, так сказать, какие-то вещи и датчики, так сказать, то, что позволяет очень четко мониторировать состояние пациента. Поэтому вот эти три дополнительные P, они лишь дополнение развития, скажем так, вот этой классической 4P медицины. Но, тем не менее, вы в стенах вашего института, Института фундаментальной медицинной биологии, руководствуетесь, исходите и реализуете вот эту как раз идеологию 7P. 7P, но не забывайте, первое, трансляционное, потому что реально, так сказать, это надо от исследований очень быстро переносить. То есть это может быть трансляционная медицина, когда непосредственно в палату, то есть к пациенту или на дом. И второе, есть еще так называемый translation education, то есть это трансляция еще и в образовательные программы. О палатах. Плавно переходим к практической части. Хорошо. Я боюсь, что я сейчас не все скажу, давайте вы меня дополните. Буквально за последние два, максимум три года, в состав Казанского федерального университета последовательно были перены РКБ-2, то, что в обиходе долгое время называли обкомовской клиникой, больница скорой медицинской помощи. Номер 2 опять. Номер 2, да. Относительно недавно бывший военный госпиталь. Нет, военный госпиталь, он не функционировал как уже лечебное учреждение. Ну да, да, да. То есть третьим это надо назвать городскую поликлинику, опять-таки номер 2. 2. Да. Итого три городских фактически. Ну, одна республиканская, две городских, плюс на территории военного госпиталя, в его корпусах, сейчас я вот буквально недавно с киношниками там был, мы снимали. Колоссальные идут работы, да, подготовка и учебных аудиторий, и лабораторий для работ. И складывается такое ощущение, что вот по практической базе, да, ведь в принципе это база для вашего института, для подготовки, для студентов, для, там, как можно их назвать, аспирантами, там, для проведения каких-то исследований, что вот по объему, по крайней мере, этой базы, да, по коечному фонду, там, как на языке бюрократии говорится, надо еще поискать в России, какой вуз располагает такой клинической базой. Нет, ну, есть вузы за пределами Казани, у которых есть, например, скажем так, свои клиники. Ну, МГУ. Ну, у МГУ там сложнее ситуация, у МГУ они построили клинику, но у них нет госзаказа, и поэтому у них есть свои проблемы. Вот, есть исторические у кого-то были, ну, например, в том же самом Саратове, да, там есть, причем там, когда присоединяли еще рамновские институты клинические, то они тоже часть с койками перешли. Просто мы недавно как раз с саратовскими коллегами общались. Я с вами соглашусь, потому что наша клиническая база, вот, 840 койк, причем это и обязательно медицинское страхование, высокотехнологичная медицинская помощь, то есть это на самом деле, ну, такая уникальная база. И клиника-то, она ведь на самом деле три составляющие у нее. Это Тичинг-хоспиталь, то есть там как раз, где студенты учатся, это наука, и в первую очередь, конечно, это пациенты, лечения пациентов. Вот, вот смотрите, база богатая, с любой точки зрения богатая, в том числе по объему вложенных средств для того, чтобы ее привести в современное состояние. Но все эти подразделения, о которых мы вот сейчас упомянули, да, они ведь заняты повседневной своей работой, они лечат больных. То есть они продолжают то же, что делали, когда и не были в составе Казанского федерального университета. Зарабатывают деньги в том числе, и, насколько я понимаю, довольно неплохо зарабатывают. Тут нет, не возникает вот некого, не то что конфликт интересов, это неправильно будет сказать, а некого вот объективного такого противоречия. Интерес ваших ученых, кафедр института заключается в том, чтобы как можно больше времени и места на этой базе занимало обучение и какие-то исследования. Задача главврача клиники университета, назовем это так, пролечить как можно быстрее, получить доход, прибыль, побольше здоровых вместо больных. И вот такой процесс. Не получается так, что где-то вот вам бы позаниматься, вам говорят, да отойдите, мы тут сейчас оперируем, мы тут сейчас что-то такое делаем. Нет, Юрий Петрович, так не получается. Ведь смотрите, какой ход был очень сделан правильный, так сказать. Дело в том, что все эти три учреждения здравоохранения, они являются как бы частью федерального университета. То есть это не тот вариант. У нас есть договоры, например, то есть у нас не все есть в нашей клинике, и часть предметов, которые вынуждены проходить студенты, когда обучаются там ординаторы, ну, например, онкология, да, например, туберкулез, ну, например, кожано-венерические заболевания. Этого нет у нас. И у нас есть договорные отношения с теми клиниками, где это существует. Там, да, там мы на договорных основах. Здесь вся стратегия, вся тактика, так сказать, деятельности клиники, она построена на три составляющие. То есть это образование, это наука, это лечение. И в этой ситуации, да, где-то, может быть, должен быть свитч вот этот, перещелкивать и поменяться. Но исторически сложилось так, что, например, и в БСМП номер 2, это бывшая 6-я городская больница, и в РКБ номер 2 были кафедры, располагались кафедры и ГИДУВа, и Медуниверситета. И поэтому, скажем так, вот какие-то традиции там существуют в этих клиниках, это не на пустом месте. Вот, поэтому я думаю, что здесь у нас не будет проблемы, их пока нет. Нельзя сказать, что средний, там, старший медицинский персонал дичится, да, студентов или каких-то исследователей. И там ведь еще есть один другой позитив. Вот все наши студенты и на практике, и кроме практики, то есть волонтерами, они ходят в нашу клинику, и они на расхват. Более того, я могу сказать, что часть студентов, которые проходили в других клиниках практику летнюю, сейчас их просят. То есть у нас очень хорошие студенты, их просят, чтобы они пришли и поработали. Их просят, потому что кадров не хватает? Просто потому что они умненькие. Они умненькие. Хорошо, о студентах. Скажите мне, пожалуйста, что это за легенды ходят в последнее время? Я вот уже не от одного человека это слышал, и даже не от двух. Все по канонам журналистики, информации перепроверены из нескольких источников. Что вы довольно жестко отчисляете не успевающих студентов, не делаете никаких поблажек, а эти бедолаги, которых отчислили, потом с плачем, с тоннами и с кошельками полными денег приходят, просятся назад и говорят, вы нас отчислили с бюджетного, давайте мы готовы все заплатить, чтобы мы были на коммерческой основе. То есть, настаивают на возвращении. Насколько эти разговоры, эти легенды соответствуют действительности, и чем вы это объясняете? С одной стороны, некой строгостью или, может быть, завышенными требованиями, с другой стороны, можно сделать вывод, что это свидетельство, то, что эти ребята назад просят, что это свидетельство того, что они понимают, что они здесь что-то могут получить больше, чем где бы то ни было. Ну, вы правильно, вы разбили как бы на две части этот вопрос. Первое, ну, во-первых, мы федеральный университет, раз, поэтому мы немножечко изменили свои стандарты, причем наши изменения, которые мы сделали, так сказать, они одобрены. Мы, так сказать, в этом году получили от государственной аккредитацию. Если нас все время, скажем так, кто-то критиковал, вот, у них есть лицензия, но у них нет аккредитации, до каких они студентов? Буквально в октябре, насколько я понимаю. Да, конечно. Без единого замечания. То есть вся аккредитационная комиссия, она была просто в восторге, и они говорят, а как можно было создать вообще эти условия и, так сказать, вот все программы образовательные, как вы сделали? Все, у нас есть документ, мы сейчас и выдаивать, в этом году у меня будут выпускаться, не в этом, а в 18-м летом будут выпускаться первые стоматологи и фармацевты. То есть здесь проблем нет. Мы сразу же поставили очень высокую планку. Мы договорились с ректором, что мы выпускаем из стен нашего федерального университета того врача, которому я и ректор, и все остальные сотрудники могут пойти лечиться и не бояться, что с ними что-то произойдет не то. О специализациях. Есть, сейчас я по памяти, да, биофизики, да, биохимики, лечебники, то есть терапевты, да, переводят, насколько я понимаю, на общий язык, стоматологи вы упомянули, хирурги. Нет, нет. Хирургов пока нет. Нет, зачем, там не так. Значит, вот то, что называется андеградуид, то есть до диплома. Вообще во всем мире три специальности. Это general medicine, то, что у нас лечебное. Это стоматология, dentistry и pharmacy. А Российская Федерация, она немножко особенная. В Российской Федерации больше вот этого вот как бы уже первичной... Градации. Да, градации, потому что есть лечебное дело, то, что называется general medicine, есть педиатрия. В Российской Федерации есть медико-профилактическое дело. Ну, понятно, есть стоматология и фармации, но, и это очень хорошо, потому что это еще академик Лопухин в 60-х годах, они придумали, это так называемая фундаментальная медицина специальности, это медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. Вот это две специальности, это, по сути дела, врачи-исследователи. Три, да. Это врачи-исследователи. Это те, которые должны как раз и заниматься трансляцией от исследования в клинику. Вот. Поэтому мы эти специальности в первую очередь тоже лицензировали. Но они у нас идут как главенствующие, как связка между биологией и непосредственно клиникой. То, что касается лечебного дела, значит, мы набор делали небольшой по бюджетному. Ну, мы играли в конкурсе, нам давали, скажем так, на лечебное дело 15 мест. Ой. Всего. Всего. Но в следующем году, то есть мы, как бы, после всех вот этих вот проверок всего, и когда вы видели, что у нас идеальные условия для образования, так сказать, и хорошие знания мы даем, то есть уже со следующего года у меня на лечебном деле 70 бюджетных мест. Вопрос немножко, может быть, в стороне от магистральной темы беседы. Я смотрел список кафедр, которые у вас в институте, около 20 их, по-моему, я 18 насчитал. И, знаете, обратил внимание, вот вы говорили сейчас, general medicine и так далее. У вас в составе института есть кафедра, я сейчас даже ее, я выписал себе, например, кафедра ботаники и физиологии растений, и есть кафедра зоологии и общей биологии. Я так вот посмотрел, думаю, а как это сопрягается вообще с магистральным, повторюсь, направлением, с подготовкой вот врачей, там, ботаник, физиологии растений? Вопрос уместный, я могу сказать так, ну, во-первых, весь институт создавался на базе биофака, раз. Сказывается, да, корни. Нет, и дело даже не в этом, но дело в том, что, так сказать, биологию и медицину разделять сейчас нельзя. То есть вот эта биологизация медицины, которая произошла, это мощный тренд. Второе. Растения, при чем здесь, ботаника? А есть такой предмет, который называется фармакогнозия. И лекарственные растения, которые изучают фармацевты, где они их должны изучать? Они на ботанике. Берем дальше зоологию. Зоологию. На кафедре зоологии есть такой раздел в медицине, который называется паразитология. Так вот, лучше всяких паразитов, чем зоологи, никто не знает. Второй момент. Общая биология. Убедили. Убедили. Вопросов нет. Вернее, есть еще один вопрос. Больше не буду приставать с вопросами о кафедрах. Есть две кафедры самостоятельные у вас же, да. Одна кафедра спортивной дисциплины. А вторая кафедра называется теория методики физкультуры, спорта и ЛФК. Нет, сейчас одна единственная кафедра. А. Сейчас. Но на сайте тогда надо есть изменения. Нет, дело в том, что последний ученый совет... Буквально вчера ночью смотрел, думал, они же по идее дублируют друг друга. Нет, пока большой ученый совет не утвердил нам решение о слиянии этих двух кафедр, так сказать, то они пока существуют. Потому что наш ученый совет принял, сейчас эти кафедры сливаются вместе. То есть, а эти кафедры, это то же самое. Но вы знаете, институт создавался очень интересно. То есть, это был биофак, на базе биофак создавался институт. После этого в институт еще влился институт физической культуры. И, соответственно, перед кафедрами, те, которые из института физической культуры, была поставлена задача. То есть, есть лечебная физическая культура. Культура, так сказать, там, вот. Понятно. Более или менее, теперь мне понятно, с этими кафедрами, кто чем занимается. Вернемся к студентам. Ну, прежде чем вернуться к студентам... Про отчисление вы спрашивали. Да. Это правда. Это правда. То есть, мы отчисляем достаточно жестко, и я уже сказал, почему. Большой процент? Ну, бывает до 50%. Ого. Да. 50%? Да. Поймите, в 90-е годы нас всех испортили. В 90-е годы, когда появилось платное образование, то, так сказать, это платное образование, это был просто, ну, скажем так, в какой-то степени... Способ покупки диплома. И выживание вузов. Ну, да, с другой стороны. У нас не стоит проблема выживания вузов. Наш маленький институт, мы в прошлом году только на научных договорах, на всем мы заработали полмиллиарда. То есть, как бы здесь и деньги, собираемые со студентов, это не самое главное. Самое главное – это качество. То есть, и мы должны прийти к тому, что не будет никто жаловаться, что неправильно врач лечит, не о том думает. Все. Окей, все понятно. Вы упомянули по сумме в 500 миллионов рублей, которые вы заработали за год, насколько я понимаю, да, на каких-то контрактах с внешними контрагентами, насколько я понимаю, да. Это и гранты и российских фондов, и зарубежных фондов, и это хоздоговоры с крупными компаниями. Фондаментальных вам платят за фундаментальные исследования или вам платят за то, что уже конкретно куда-то внедряется, где-то новые методики, технологии, там, я не знаю, диагностирования, операции? Нет. Значит, там есть две вещи. Есть так называемые фундаментальные исследования, есть доклинические исследования, вернее, три, и клинические исследования. Вот эти вот три блока, они как раз и есть то, где мы на науке зарабатываем деньги. То есть, и на самом деле, если какой-то выводится новый препарат или новый способ лечения, или какой-то, так сказать, гаджет какой-то, надо его проверить. Вот это мы проверяем. Наши компетенции, то есть, я не буду раскрывать, кто, но был один из проектов, когда по всей России компания, крупная компания, зарубежная искала, где могут сделать весь комплекс исследований, они не нашли ни одной точки. Они нашли только Казанский федеральный университет, и это хорошо, так сказать, потому что мы от и до смогли провести все. Сколько у вас сотрудников? Кто вот эти люди, которые и учат, и умудряются на научных исследованиях зарабатывать? Вы знаете, у нас небольшое выделение есть все-таки. У нас есть чисто ППС, и есть, то есть, которые объединяются и научники, так называемые, то есть, НПР. Но научники задействованы, скажем так, больше в науке и чуть-чуть в учебном процессе. ППС, наоборот, они задействованы в основном в учебном и чуть-чуть в науке. Поэтому здесь идет такое разделение. Но это универсальные солдаты. Универсальные солдаты, это примерно за тысячу человек? Нет. Нет? Нет, зачем? То есть, всех НПР-ов у меня где-то к 500 подходит, 450. Нет, нет, не так. Хорошо, эффективно работают, если перевести это в статистику чисто экономическую, да, выработка на работника. Это я не сказал еще. Деньги, которые мы зарабатываем на образовательных программах, в том числе и дополнительных, потому что если это сделать, то по экономике это будет по 2 миллиона, так сказать. 2 миллиарда? Нет, сейчас мы говорили с вами о полмиллиарде, это только наука, плюс если мы добавляем еще где-то порядка, ну, 150-200 миллионов, да, а потом только делим, да. Да, конечно. Кстати сказать, вот о 50% отчислении, ну, до 50% доходит, да, имеется в виду отчисление с бюджетных мест или... С любых. С любых. То есть вы имеете право отчислять и тех, кто вроде бы уже готов платить, но тем не менее, вы увидите, он не справляется, вы его тоже спокойно отчисляете. Нет, ну, здесь в этой ситуации, мы же говорим, главное качество, главное, так сказать, не профанация, не деньги. Ну, понятно. Вы упомянули о том, что в следующем году, в 2018-м, будет у вас первый выпуск, это будут стоматологи, да? Стоматологи и фармацевты. Это специалитет. Да, это специалитет, 5 лет, который учится, да. И после этого уже в 2019-м году будет такой, насколько я понимаю, полный выпуск по всем специальностям. Да, там будут выпускаться лечебники, там будут выпускаться медицинские биофизики, биохимики, кибернетики дополнительно. Ну, и плюс к ним уже еще подойдет еще один выпуск стоматологов и фармацевтов. Ну, да, да, это понятно. Это мы говорим пока про медицину, так ли? Да, конечно. Потому что биологи, они успешно, так сказать, как бы в бакалавриате, в магистратуре, они также учатся и выпускаются, все хорошо. Те, кто по традиции с биофака, да, я имею в виду специальность. Вы знаете, эти ребята, они очень подготовлены, ведь там, где нет вот этих вот МБФов, ну, то есть биохимиков, биофизиков, эти ребята очень хорошо подготовлены. И, кстати, очень многие лаборатории, так сказать, по всей России, они укомплектованы были выпускниками-биологами. Потому что вот для лабораторной диагностики, ну, а не профи, это сейчас появились вот эти приказы Минздравские, когда их нельзя брать, и только те, кто работает, а новым тяжело попасть туда. Обобщая, или, если захотите, немножечко можете поделить, там, вот это вот общие лечебники, это не общие. Можете сказать, где ваши выпускники и насколько успешно, с карьерной точки зрения, с точки зрения заработков, вот молодой специалист приходит, где они устроятся или могут устроиться? Нет, ну, то, что касается врачей будущих, так сказать, тут вообще никаких проблем, куда они могут устроиться. То есть это, понятно, это лечебное учреждение. Вопрос всегда достаточно сложный бывает для биологов, но биологи тоже очень хорошо устраиваются, так сказать. Это, во-первых, и любые лаборатории, причем вот лаборатории, например, каких-то заводов, там, биотехнологических компаний, их берут на расхват. Вот. Кроме того, так сказать, они готовы научные сотрудники, и мы, кроме того, что и рекрутируем, так сказать, со стороны, но практически вот вся эта активность научная, это благодаря нашим выпускникам. Многие из них отработали за рубежом, вернулись, кто-то сейчас, поступая в аспирантуру или еще. У нас, кстати, в год, получается, только на биологии, если вот брать по другим всем специальностям, у нас самый большой набор, то есть по количеству аспирантов, вот, у нас 132 аспирантов. Самый большой в сравнении с чем? Со всеми другими факультетами и институтами КФУ. Это сколько? 132. Сколько? 132 в год. Это аспирантура? Да. Нет, вот сейчас у меня 132 аспиранта, так сказать, учатся. Ну, это много на самом деле. Это много. Нет опасности, что вы наподготавливаете качественно, хорошо. Вот я сейчас про аспирантов думаю, а не раз и утекут там куда-нибудь. В Страсбург, в Ниццу, в Пенсильванию. Юрий Петрович, даже те, кто в Страсбург, в Ниццу, они не перетекают. Они туда ездят, а потом возвращаются. Поскольку, вы знаете, вот создана уникальная среда, когда любой молодой человек может инициировать свой проект, вот эти вот так называемые open lab'ы у нас, да? Ведь от них же отпочковываются новые проекты. Потом мы долго не понимали, например, вот было 217-е постановление, когда там малые предприятия создавали. И вот каждый, вот сейчас и будет очередной конкурс, этот венчурный фонд Татарстана. И почему-то все думают, что вот, надо идти на этот проект и говорить, я там создам маленький заводик, у меня будет все. Начиная от лаборатории, до выпуска, например, какого-то лекарства. Да не надо этого делать. Натуральный хозяйственный. Да, ну, конечно, так не бывает. Мы все, вот, живем натуральным хозяйством, потому что боимся, что не будет соли, картошки, вот надо все это посадить, и вот так же малые предприятия. Весь пояс инновационный, который существует в мире, когда нам приводят, там, например, силиконы удалены или еще что-то, да нет там натурального хозяйства. Там есть идея, а дальше то, что называется на аутсортинге. Ему надо это, он отдает сюда, в университеты отдает, и университет на этом зарабатывает. А самое главное, это все для выполнения проекта, он вот так вот распределяет просто-напросто. Ну, логично, логично. Андрей Павлович, мне очень приятно было с вами побеседовать, жалко, что мы редко встречаемся. Первая наша встреча была, вот мы вспоминали, до эфира, по-моему, чуть ли не в 2013 году. Утекло много воды, много принципиальных изменений в вашем институте. И мне остается только пожелать вам, вашим выпускникам, вашим сотрудникам, ученым удачи, терпения, сил. Спасибо, Юрий Прокопчин, мне тоже всегда с вами приятно. Так сказать, вот помните, в Бугульме были два врача, которых все знали, так сказать, это Кочубей, Сигал, это же вот имена были. И вот мне хочется, чтобы наши выпускники, понимаете, вот каждый из выпускников, и всех тоже знали. Присоединяюсь к вашим пожеланиям, успехов вам, большого плавания. Это была программа «Акцент», меня по-прежнему зовут Юрий Алаев, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова